Всех приветствую! Мы находимся в городе Сиде. У нас она достигает 35 градусов. Сейчас самый разгар сезона, конец июля месяца. И пляжный отдых, конечно же, быстро надоедает. И город Сиде, он очень древний город. Город Сиде это еще и музей под открытым небом. И когда пляжный отдых начинает немного надоедать, можно прогуляться по сувенирным лавочкам, а также посетить музеи города Сиде. Сиде в переводе с древнегреческого это гранат. А гранат это символ благополучия. Итак, сейчас мы посетим город Сиде. Ну а мы идем в поисках маршрутки. Наш отель расположен примерно в двух километрах от исторического центра города Сиде. И чтобы до него добраться, необходимо воспользоваться услугами местных маршруток, либо такси. Но поскольку такси здесь очень дорого стоит, потому что бензин на наши деньги стоит примерно 70 рублей за литр. Такси здесь очень дорого стоят, поэтому мы решили воспользоваться местными маршрутками. Стоимость проезда в местной маршрутке до центра города Сиде составляет 2,5 лиры с человека. Оплата принимается только в лирах. Доллары в принципе тоже берут. Тоже берут доллары? Доллары они и в Турции доллары. Вот на таком автобусе мы доехали до исторического центра города Сиде. Стоимость проезда я уже называл. Как видим, похоже на нашу газель. Недалеко от остановки располагается лесбище верблюдов. Интересно. Сиде такси. Ну и вот, собственно, уже показываются первые развалины. Вот такая вот стена. Скорее всего, древнегреческая. Высотой примерно 8 метров. И вот стена продолжается, но уже гораздо ниже. И вон, видим, тоже развалины продолжаются. И вон там на земле камни вообще лежат. Да, этим камням сколько тысяч лет, это одному Аллаху известно. Сиде такси. Это мафия. Сицилия мафия. А это что? Как называется? Это супер. Супер. Рахат лукум? Шербет лукум. А, шербет. Спасибо. Мы туда, пока. Гранатовый сок продают. Полтора евро стоит. Куча магнитов стоимостью 1 евро за 5 штук. Также с нами идет группа туристов. Судя по всему, организованные. Ну, а мы везде сами путешествуем. Главное правильно найти направление. Кстати, попрошу обратить внимание направо. Здесь представлены колонны древнегреческие, по всей видимости. Древнеримские. Даже каринские. Удивительно. Ну, прям, это воссоздали так их или они так их сохранили? Вот это вот тоже непонятно. Ну, смотрится действительно грандиозно. Вот этот город Сиде. Музей под открытым небом. Как я уже говорил, один из древних городов Турции. Это город Сиде. Вот сколько всяких элементов здесь накидано. Как видим, даже некоторые с узорами. Да, очень интересно. Но меня впечатлила, конечно, больше всего вот эта вот стена с колоннами. Сразу так окунаешься на несколько тысяч лет назад. Грандиозно. Итак, как удалось выяснить на табличке, это фонтаны. И датируется вторым веком нашей эры. Вот такое вот грандиозное сооружение. Как они выглядели на самом деле, остается только догадываться. Но думаю, что было очень грандиозно и великолепно. Особенно для тех времен. А вот, собственно, эта табличка, где изображены фонтаны и расшифровка на турецком и английском языках. Продолжение следует... На этом плакате изображен план города Сиде. Историческую часть. Можно вкратце ознакомиться. Ну, а мы и пойдем дальше. А вот эта часть суши похожа на лайк. Лайк и подписка. Продолжаем путешествовать по развалинам древнего города Сиде. Чем-то напоминает тунисский город Карфаген. Ну, наверное, такими же развалинами. Да. Грандиозная стена была когда-то. Да, она и сейчас этот вид сохраняет. Примерно 8 метров в высоту. А сейчас можем видеть, как современность существует с античностью. Вот, буквально отделяет. Да и ничего не отделяет. Античность и современность. Симбиоз. Здесь, конечно, не Африка, но верблюды тоже присутствуют. Буквально каждые 200 метров два верблюда лежит. Наверное, ждут своих туристов, чтобы покатать по этим развалинам. Нет, я одного даже не заметил у малыша. Там вон малыш лежит. Наверное, семейство верблюдов, да? Судя по всему. Здравствуйте! Это семейство верблюдов? Хочешь кататься? Кататься не хотим, больно жарко. Зашли посмотреть на верблюдов. Вот это совсем малыш. Не, спасибо. Смотрите, а мы попали в прошлое на древнегреческую дорогу. По левую и по правую сторону стоят колонны. Очень грандиозно все это выглядит. Ну, колонны, конечно, в разном сохране. Какие-то очень высокие, а какие-то вообще достигают едва ли 2 метра в высоту. Да. Вот это древнегреческий стиль. Остатки былого величия. Ну, хоть что-то сохранилось, и то хорошо. И повторю, что город Сиде – это один из древнейших городов Турции. И музей под открытым небом. Всюду лежат развалины, колонн и других частей. В общем, грандиозно все здесь выглядит. Фотосессия на фоне античных развалин. Это войдет в аналы истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Остатки от колонны лежат. Вот так просто на земле, которым две тысячи лет. Так просто лежат.